Деньги не спят Американские акции, какие риски есть для американских акций? Ну, соответственно, может быть, есть смысл вообще продать американские акции, ведь те, кто в них сидели, все-таки в рублях заработали из-за девальвации рубля. Да, если продать, придется заплатить налоги, потому что налоговая база в России рублевая, это факт. Поэтому вроде как акции продаешь с минусом, но формально можешь оказаться в плюсе, еще и над налоги заплатить. Это надо не иметь в виду. Но сейчас речь не о том, как минимизировать где-то налоги, комиссии, про это можно забыть. Речь сейчас, самое главное, подумать и сохранить деньги. Сейчас речь не про заработок, а про сохранение денег. И самое главное в такой ситуации, хочу всех предупредить, что не торопитесь, потому что поспешные быстрые сделки, выводы в такой ситуации могут, ну, просто очень быть опрометчивыми, да, и могут привести к не очень благоприятным событиям. Для вашего же насчета. Поэтому ситуация непростая. За последние два дня ситуация для России ухудшилась. Я записывал эфир последний в пятницу, вот еще гипотетически рассуждал о возможных последствиях, рисках. Но вот часть из них за последние два дня все-таки реализовались. Хотя отключение от свифта, ну, формально Россия от свифта у нас не отключает. Будут отключения точечно банки, и то не полностью, насколько я понял. Ну, этот риск все-таки, ну, пока приемлемый такой присущий, я бы сказал. И, ну, вообще, новые санкции вы прекрасно видите, насколько жестче они, да, насколько будет губительно они для экономики для России, для фондового рынка для российского, который, в принципе, ну, после всех этих мер, после того, что сейчас происходит, да, будет устанавливаться потом очень-очень долго. Нерезиденты, если дадут им возможность выйти, они сюда не будут заходить еще много-много лет. Ну, хотя быстро все забывается, весь негатив быстро забывается. Ну, все равно 2-3 года без зарубежных инвесторов их денег, да, российский рынок восстанавливается, будет очень-очень тяжеловато. Это факт, это факт. Ну, давайте попробуем все-таки. Я сразу еще хочу пояснить момент, все, что я сейчас буду говорить, да, не является рекомендацией к действиям. Потому что, да, я пережил уже не первый такой кризис и торговал прям активно в фазу 2008-2009 года. Там много чего было. Вот, поэтому есть какие-то мысли, вот. И, конечно, первое, что я сделал, это полностью вышел в кэш, вот. Никаких овернайтов в лонгах, соответственно, по российскому рынку, тем более, да, поэтому в пятницу даже закрывал и зарубежные все, соответственно, позиции, вот. Без разницы, в плюсе они или в минусе. Моя задача первым делом, я думаю, о сохранении денег, потому что случится может что угодно. Люди часто спрашивали, помню, вот смотрели мои выпуски и спрашивали, как можно потерять новость на инвестициях. Элементарно можно потерять на инвестициях. Элементарно, я некоторые причины, некоторые моменты уже рассказывал, вот один из них, условно говоря, вы прекрасно сейчас видите. Что будет дальше, неизвестно. Будет ли существовать там доступ к зарубежным площадкам, вот, и все остальное, все остается просто вопрос открытый, так сказать. Поэтому принудительно могут сделать что угодно. Поэтому речь, первым делом, вы должны сейчас понимать, речь должна идти о сохранности своих денег, а не о заработке. Ну, все-таки рисковать в таких моментах можно, но взвешивая точно все моменты. Друзья, ну, понедельник, можно сказать, провести параллель с 1998 годом. На дворе, да, практически 1998 год по амплитудным колебаниям, по рискам, по страховкам от дефолта, где вообще 50% ставится на дефолт России. Хотя я не понимаю, почему, но оцениваться так, да. Вот, ну, по колебании валютного курса и колебанию фондового рынка, да, это 1998 год. Это не 2008, на дворе 1998 год. Люди, конечно, кто пришел год-два-три назад на фондовый рынок, ну, в шоке от происходящего. И, конечно, для них это будет очень хорошая школа. Благо, я говорю, там клиенты Тинькова практически не потеряли, потому что основная масса сидит в именно зарубежных бумагах. Вот, и, соответственно, с учетом девальвации рубля, в принципе, потери, ну, в рублях ничего особо и не потеряно было. Вот, тем более, питерская биржа работает, вам дает, в принципе, даже закрыть и выйти еще. Может быть, и разумно. Может быть, и разумно. Поэтому, 1998 год. Да, последние новости, которые прилетели после закрытия в пятницу, порезали рейтинг России до мусорного. Ну, да бог с ним, он уже ничего, роли никакой он абсолютно не играет. Вот, здесь и так нерезиденты все готовы унести ноги, но им заблокировали доступ. Да, свифт свифтом, банки частично пострадают, вот, и полное отключение от свифта невозможно. И это просто, ну, пока невозможно, да, в принципе, я об этом говорил, поэтому отключать полностью Россию не будут. Потому что все-таки надо как-то расплачиваться за экспорт наших товаров европейским тем же странам, поэтому они не могут полностью отрубить из свифта. Ну, вот, но самое страшное, над чем паника сегодня была на рубле и, в принципе, то, что отыгрывает сейчас рынок, это, конечно, заморозка золотовалютных резервов. Не всех, но приблизительно от 40 до 50 процентов, то есть там до 250 миллиардов долларов, в принципе, могут заморозить, ну, уже заморозили, да, наши золотовалютные резервы. Это в Европе, европейцы, по-моему, японцы, британцы, вот, ну, около, около, по 200, ну, 250, где-то приблизительно миллиардов долларов. В, так сказать, в контрмеры принял сегодня наш Центральный банк. Мы заблокировали приблизительно на аналогичную величину, приблизительно, да, зарубежных инвестиций, зарубежных инвесторов в российские активы. Соответственно, если вы, я так понимаю, не разблокируете наши золотовалютные резервы и не отдадите наши деньги обратно, мы не отдадим деньги всем, кто вкладывался в Россию. Все просто. Величина зарубежных инвестиций в рынок, в акции, в облигации, в бизнесы приблизительно одинаково. То есть там, ну, ладно, в ФВЗ там триллиона три, наверное, в рублях сидят, не так много. Ну, вот в евробандах, там, да, и в акциях, в Сбербанке. Сколько доли нерезидентов было в Сбербанке? В принципе, если бы сегодня открыли торги, Сбербанк бы, наверное, ну, приблизительно по оценкам улетел бы. Я еще вот пост писал в пульсе, в воскресенье, что по моим расчетам 50, ну, с учетом того, что происходит, наверное, не 50, а может быть и 40, и 30. Акции Сбербанка в рублях бы сегодня бы стоили. Вот. Вот. И я бы, кстати, их покупал. Я бы, кстати, покупал и поясню, почему. Вот. Поэтому вопрос просто, да, выпустит ли нерезидент. Вот это вот сейчас основной момент, вот. Потому что от него зависит и курс рубля, и курс тех же Сбербанка, акций. И, в принципе, вот если бы знать этот момент, разрешиться он или нет, было бы понятно вообще, что покупать или что продавать, и что делать с валютой. Но пока этот вопрос остается открытым. По большому счету, конечно, это не, ну, слушайте, такие меры. Здесь не хорошо ни нам, и ни Европе. Потому что мы заморозили тоже огромное количество денег и физлиц, и юрлиц, и фондов зарубежных. Поэтому, понятное дело, они тоже сейчас к правительству придут и скажут, ну, что, нам Россия деньги не отдает, ну, соответственно, нам они нужны. Иначе там многие компании или фонды могут тоже вплоть до дефолта скатиться. Поэтому ничего не останется, как отдать нам деньги, чтобы мы отдали им их деньги. Я надеюсь, все к этому пройдет. Но тогда, соответственно, нам придется выпустить всех нерезидентов из наших активов. Поэтому здесь надо, если это случится, если заморозка пройдет, то надо готовиться, что там как раз основная доля там в том же Сбербанке гигантская сидит. Вот. И давление на рубль, конечно же, в моменте еще раз будет. Но рубль, я так понимаю, в диапазоне 100-110 будет сдерживать ЦБ наш. Вот. Я думаю, что получится удержать его. Не совсем мне лично понятно и нелогично, мне кажется, повышение ставки до 20. В принципе, многие с этим не согласны, потому что тех мер и действий, которые предприняли, то есть все, рубль же падал бы и рушился в случае бегства нерезидентов. Правильно? Продавали бы все рубли нерезиденты, конвертирули бы, продавали бы акции, там, облигации российские, конвертирули бы рубли в доллары, повышенный спрос на доллар, ну и, соответственно, носили бы ноги. Но с учетом того, что вы заморозили возможность, заблокировали возможность выхода нерезидентов, зачем повышать ставку? Ведь это вообще никак не влияет вообще ни на что. Вот это как бы, ну, мне непонятно. Ну, дай бог, что там сидят более квалифицированные люди, чем я, и делают, наверное, им виднее, так сказать. Да вот, я просто с этим не согласен. Конечно, новость вторая, то, что заставили экспортеров продать 80% выручки, да, это тоже существенно будет стабилизировать курс рубля. Все-таки у нас, получается, единственное, не совсем такое понимание, у меня не совсем стыковка в башке. Нерезиденты, тьфу, экспортеры сейчас будут продавать на открытом рынке до 2 миллиардов, по-моему, долларов в день. Кому они их будут продавать, тоже не совсем понятный вопрос. ЦБ покупать не может, счета у него валютные заблокированы. Кто покупать-то будет, доллары и все эти, тоже не совсем понятно. Народ, россияне, а зачем, куда, все перекрыто, летать никуда не можем, да и такие объемы никто и не выкупит, физлица. Непонятно. Единственное, что в голове у меня есть, да, если нерезиденты все-таки выпустят, ну, дадут возможность все-таки, да, выходите после разблокировки наших ЗВР, да, мы увидим, как все они будут уносить ноги и все. И, соответственно, из России, из российских активов уйдут все нерезиденты, в том числе из облигаций, из акций. И все, у нас, мне кажется, рубль просто перестанет быть рыночным активом, да, это будет рубль, курс доллар-рубль будет у нас в ручном режиме просто управляться. Все, вот там не будет движений вообще никаких, то есть поставят на 70, будет 70, поставят на 90, будет 90, поставят 110, будет 110 и все, и будет там стоять. Если нету рыночных других игроков, по сути, вот, если нету carry trade, нет присутствия нерезидентов, никто продавать рубль просто не будет. Играть против рубля, да, крупным фондом каким-то абсолютно нет смысла, то есть ты один на один будешь играть с центральным банком. Понятное дело, что логично этого просто не делать. Поэтому сейчас, ну, вот это просто мысли пока вслух. Поэтому, если уйдут нерезиденты, если дадут возможность ухода нерезидентов, у нас рубль в какой-то, ну, в бляши день 2-3, там, да, вот, будет находиться под сильным давлением. Но если нам разблокируют ЗВР, то вполне возможно, просто ЦБ потратит миллиардов 50, 70, 100, там придется потратить долларов, вот, для удержания курса в диапазоне 100-110, ну, и, в принципе, выпустить просто всех нерезидентов. И все, и все, и там рублик у нас заглохнет. Вот, а дальше, наверное, будет что-то интересное происходить, потому что экспортеры рубли будут, доллары будут продавать, у нас спрос на рубль будет гигантский, вот, а доллары покупать, по сути, пока и некому. И рубль, в принципе, может на этом сильно и сильно укрепляться, вот, что, в принципе, нам тоже не нужно и нелогично. Ну, до каких-то отметок это нормально, там, да, может быть, до 85 обратно, до 80, а вот потом нет. Вот, поэтому просто от рыночного курса образования он перейдет в, просто, в полноценный ручной режим, что, в принципе, может неплохо. Ну, конечно, я не знаю, может быть, мы и перейдем, перейдет наше правительство такой ультимативный новый режим работы с зарубежными партнерами, то есть продавать нефть и газ за рубли. Если такой ультиматум поставим, тоже непонятно, потому что, чтобы они покупали нашу нефть и газ за рубли, им нужно купить сначала эти рубли, конвертировать, поэтому тоже, то есть в моменте мы видим сильный спрос на рубли, чтобы потом могли зарубежные компании, да, покупать ту же нефть и газ. Тоже вопрос остается открытым. Ну, но я все-таки, мысли такие, что вот диапазон 100-110, наверное, удержат, вот, удержат. Я объяснил вот сценарии, которые могут быть, вот, и дальше я пока падение рубля как бы не вижу. Поэтому покупать там доллары под 110, 120, 130, там, или кто-то там выходные по 150 покупал, наверное, нецелесообразно. Это, наверное, глупость. Вот, так что вот как-то вот так вот, как-то вот так вот. Да, сейчас все банки, ну, не все банки, многие банки начали повышать вклады по рублям, там, смотрю, до 18, и некоторые банки 5-5 процентов в доллар дают депозиты, вот, поэтому, чтобы привлечь внутренние деньги, так сказать. Ну, я вам и так скажу сейчас, у всех брокеров тоже вот общался, сегодня был в офисе одного брокера, другого, так, поговорил с людьми, приток, приток клиентов, клиенты заносят денег на брокерские счета, не уносят, нет, не уносят, а заносят, да, вот. Поэтому ситуация такая интересная, все хотят, я так понимаю, купить, понятно, российские активы за копейки. Вот, ну, конечно, открытый вопрос, где будет дно и стоит ли сейчас покупать. Ну, вот, но, тем не менее, тенденция вот такая, просто, если вы говорите, есть ли риски российских брокеров, я, вот, как ситуацию вам представал, рисков пока я не вижу, наоборот, у брокеров в очередной раз, как в 2014 году, приток клиентов. Поэтому я продал доллары, я продал доллары не очень хорошо, ну, как, я продал доллары по 85, чтобы купить российский рынок, отскок поймать, я поймал отскок и продал все на этой неделе и уходил в кэше. Сегодня, ну, в долларах осталось процентов 15-20, сегодня по сотке оставшиеся просто продал. Ну, вот, что дальше, как бы, буду посмотреть, потому что есть риски и укрепления рубля, и риски ослабления рубля, но ослабление в пределах диапазона до 110, его можно будет держать. Я думаю, будет держать, с учетом текущих мер, будет держать. А риски укрепления рубля, несмотря на геополитику, ну, еще раз, тут получается замкнутый круг, вот, у нас есть продавцы долларов, да, а нету покупателей долларов, вот, вот так вот, парадоксальная ситуация немножко получается. Тем более, опять же, не забывайте, вы видите курс рубля, значит, давайте гипотетически подумаем, что будет в этом году. В этом году что будет? У нас в России рухнет импорт, правильно? Правильно. Во-первых, многие зарубежные компании просто перестают работать в России, плюс закрываются авиасообщения, может быть, и ЖД-сообщения, и поставки. Многие, вот там, я не знаю, вот сейчас там на каком-нибудь там фарфетче или еще где-нибудь, пойдите что-нибудь закажите, или там, все, вам ничего не доставят. Вот, поэтому спрос на валюту внутри страны будет падать, импорт резко рухнет, да, это надо иметь в виду. Вот, по такому курсу просто брать еще многие товары просто уже не под силу, люди не будут, вот. И, а экспорт, соответственно, пока остается практически в полном объеме. То есть, про эмбарго сейчас речь не идет, никто не блокирует, но, соответственно, никто не будет меньше брать нашего нефти и газа и всего остального. То есть, у нас в этом году, ну, если так все продлится или на текущих моментах останется, можно будет говорить, что у России положительный сайт торгового баланса, существенно, стрельнет наверх. И, в том числе, и профицит бюджета при таком соотношении тоже пока что, да, пока нет никакого эмбарго, тоже, в принципе, будет приличное. Ну, и считайте, как бы, от этого тоже зависит курс национальной валюты. А здесь, как бы, тоже, если вот так гипотетически рассуждать, то это в пользу рубля, а не в пользу доллара. Вот. Ну, ну, вот так вот. Вот как-то пока, пока вот, как-то вот так вот все это выглядит. Не знаю, что дальше. У меня вот вопрос, конечно, вот только с нерезидентами. Если бы им дать возможность всем выйти, все, у нас они все выходят, у нас очищается рынок, очищаются акции от нерезидентов. Все, ниже падать они не будут, россияне продавать не будут. Вот, вот, россияне только готовы покупать по таким отметкам, поэтому, поэтому и все. Конечно, в принципе, да, круто нерезидентам сейчас создать не самые благоприятные условия. Вот, можно спокойно курс рубля сделать там 130-140 и заставить выйти из Сбербанка по 20 рублей. Ну, то есть вообще за бесценок. За бесценок при самом худшем курсе просто подарить активы, раз вы хотите выйти, выходите за бесценок и дарите активы, соответственно, русским там олигархам, так сказать. Ну, вот, о чем, в принципе, кстати, норвежский фонд и заявил, что это, да, выходить в такой ситуации, это глупо, но мы готовы выйти, так сказать, если нам откроют двери. Поэтому вот так вот. Целесообразно, если у вас есть убытки по зарубежным акциям, вот как у меня там по одному из счетов, да, были куплены американские акции, какие-то там минусики, какие-то плюсики, то я продал все, продал, конвертировал доллары в рубли и считаю, что в рублях же ничего практически не потерял, даже заработал. И есть смысл, наверное, да, ждать открытия и российских торгов, и покупать, я бы купил Сбербанк рублей 50 и ниже, да, 50-40-30 лесенка бы набирал, Лукойл бы какой-нибудь, как защитный актив бы взял, Тинькофф, в зависимости от того, где он откроется, тоже бы, наверное, взял. Потому что все-таки вне санкционного пока давления находится, и вроде как, ну, банк, который не связан, по сути, там, не с военнопромышленным каким-то комплексом или еще что-то, это просто внутренний розничный банк, вот, поэтому вроде как его давить-то особо-то и не за что. Вот, поэтому вот буквально три таких компании, и как вариант, может быть, Алросу, четвертую компанию, все, все остальные пока в стране. Покупая Сбербанк, поймите, по 50 рублей, да, вы покупаете уже не бизнес Сбербанка, да, вы покупаете просто недвижимость. Вы покупаете недвижимость, вы инвестируете просто в недвижимость. Потому что Сбербанк при курсе 50, ну, по сути, он будет торговаться там 50, 40, 30, это уже все ниже балансовой стоимости Сбера. То есть у него в собственности есть недвижка, здание, активы, пассивы, там, да, ну, вот, вот, и если брать капитализацию про Сбербанк, которая сейчас есть, то она ниже просто получается балансовой стоимости. Вот и все. То есть формально вы сейчас не в бизнес инвестируете, а банально почти, можно сказать, в пассивы, в недвижку того же Сбербанка. Вот, все, что есть. Поэтому по такой стоимости можно, ну, слушайте, страшно, я понимаю, страшно. Ну, у Сбербанка бизнес-то основной это в России, а не за рубежом. Правильно ведь? Правильно. Да, он пострадает, да, рухнет прибыли и выручки, ну, она же не будет убытки, правильно, у Сбербанка нет. Нет, все равно плюс какой-то будет. Поэтому, если будет плохо совсем в России, ну, скорее всего, из банковского сектора уйдет еще пару сотни, сотни банков или две сотни банков. Ну, и это опять в пользу будет одного крупного игрока, может быть, двух-трех крупных игроков. Поэтому я не вижу здесь, это хороший, в принципе, момент. Да, на всю котлету с плечами покупать, безусловно, нельзя, но там на 20-30% я готов по таким отметкам покупать, 50% и ниже. Ну, с учетом текущего дня, то, что в Лондоне у нас обвал там на 60-70%, АДР-ки все рухнули, это понятно. Ну, Сбербанка где-то вот по текущему плюс-минус стоимости в России бы сегодня торговался точно ниже 50%. Вот, так что так. Просто здесь надо еще не просто смотреть там и здесь. У нас же теперь ставка 20-ая, это безрисковая премия 20-ая. Это надо тоже учитывать и не просто смотреть на АДР-ки. Поэтому с учетом безрисковой премии в 20, то есть Сбербанка мог бы сегодня и 30% стоить условно. То есть 70% уже дорого при безрисковой премии в 20. Вот 50, 40 или 30, наверное, да, это уже объективная цена. Поэтому пока вот такие вот мысли. И подумайте просто, да, зарубежные акции продать даже в небольшом плюсе и по сотке поменять бакс и за бакс купить рубли. Потому что купив Сбербанк по 30, отскочит он, допустим, до 60, ну, условно гипотетически, плюс 100%. Это даже если особо ничего там прям совсем не улучшится. Если все улучшится, ну, и на 100 может отпрыгнуть, там, ну, условно, и 150. Там все, все может быть. Дай бог, чтобы все улучшилось. Но пока я не вижу, чтобы все... Ну, я света в конце туннеля пока не вижу. То есть, объективно говоря, я надеюсь, что он появится. Хуже, казалось бы, уже некуда. Но все, что самое страшное, ну, как бы не самое страшное, но самые жесткие санкции, какие могли быть, да, практически вот они все реализовались. То есть это уже жесткость совсем идет. И, конечно, прецедент в мире, я не помню, чтобы такие были, чтобы заморозка золотовалютных резервов была. Это, конечно, вообще просто у тебя, просто отняли бабки, так сказать. Ну, тебя кинули на деньги. Просто тебя кинули, у нас зарубежные компании, не зарубежные банки там, да, просто кинули на деньги. Ну, соответственно, наши реакции, наши действия были точно такие же. Я боюсь одного, то, что раз мы заморозили деньги разных инвесторов, да, в российских активах и было распоряжение не выпускать никого, как бы западные площадки Лондона и Америка не поступили бы точно так же. Это тоже один из небольших рисков гипотетических, вот, которые тоже могут реализоваться. Именно по этой причине я даже с минусом продал зарубежные компании, которые продавать вообще не хотел. То есть я хотел у них быть там инвестором или клиенты мои, но просто риски перевешивают, что эти компании просто могут быть, вернее, эти инвестиции могут быть заблокированы на неопределенный период. Год, два, три, пять, десять. Дадут ли потом смену депозитария или как-то вытащить? Да, питерская биржка, понятно, что рано или поздно выйдет на Гонконг, на Китай, но через Китай не все можно будет перевести, или даже большинство компаний нельзя будет перевести. Может быть, нам вообще от Америки доступ отрубят, ну и, соответственно, будем Китаем, Гонконгом и Россией торговать. Такой вариант тоже возможен. Опять же, если получается мы... Я тоже в пятницу в выпуске об этом сказал, что вероятность заморозки золотовалютных резервов есть, но если заморозят, я сразу сказал, что следующий наш шаг будет следующий. Можете посмотреть это пятничное интервью. Сказал, что наши пойдут мгновенно на такой шаг, что могут, по сути, объявить технический дефолт по всем, соответственно, своим обязательствам. То есть все, кто вкладывался в облигации России, еврооблигации, еврооблигации Газпрома, Роснефти и так далее, и так далее, и так далее, просто технический дефолт и все. Мы, вы отключили нас от свифта и забрали наши деньги, мы объявляем дефолт по всем своим внешним обязательствам, корпоративным и государственным. Все, мы никому ничего не должны. Вот это в пятницу у меня такие мысли были. И, в принципе, они реализовались. Ну, как реализовались? Пока ультиматум, тет-а-тет, да, и равные суммы были заморожены, у нас отняли такую же сумму, такую, какую мы и заморозили, по сути. Вот. Но, если, получается, если ничего не разрулится, если назад ничего не откатится, и действительно мы все... Нас кидают, мы кидаем, то здесь могут пострадать и физлицы, в том числе. Ну, как это? Получается, что мы с зарубежным инвестором, инвестировавшим в евробанды, там, Газпрома, там, или что-то, объявляем технический дефолт, а внутренним игрокам выплатим? Все. Я сомневаюсь. Если так объявлять, то всем объявлять. Ну, вот. С ОФЗ ситуация другая, немножко... Там сколько нервизов? Триллиона три, там, может быть, сидит. Ну, это копейка, это капля в море. Тем более не надо бояться за... Господи, за долг, номинированный в национальной валюте. Никогда не надо бояться за этот долг. Тут рублей, если надо будет напечатать, напечатают без проблем. И свой долг, как бы, ну, три триллиона нерезидентов, там, без проблем все это выпустить, и без проблем все это выкупить. Поэтому здесь, как бы, я вообще никак не боюсь инвестировать в ОФЗ. И с учетом того, что поднята была ставка до 20, ну, это просто космос, вы понимаете. Ладно, сегодня рынок ОФЗ был закрыт. Ну, может быть, завтра откроют. Понятно, что там дальние банды в цене, я не знаю, куда улетят вниз. Но с учетом текущих доходностей, которые гипотетически вот завтра мы увидим, или послезавтра, ну, как рынок откроют? Может быть, они через неделю откроют. Ну, есть смысл, наверное. Я лично, наверное, да, буду покупать облигации федерального займа. Посмотрю, где какие, да, ориентир пока на десятилетки, 26, 221. Ну, пока ориентир на них, не знаю, там, да, может быть, с сороковки от номинала они провалятся. Не знаю, все надо смотреть. Но доходность к погашению просто будет, конечно, космическая. Там доходности 17-е, там, 20-е, условно. Доходность к погашению там еще больше, там, получается. Вот. Потому что, ну, я говорю, даже многие выбирают, стоит ли там бежать депозит под 20-ю, а смысл депозит под 20-ю, вы можете там и здесь 20-ю без рискового доходность практически на рынке облигаций взять. Все, 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 все то же самое. Все то же самое. Смысл в депозите я просто не вижу. Но я надеюсь, ставку подняли экстренно. И я думаю, что подняли ее на короткий промежуток времени. Недели, месяц, два. Ну, понятно, что как только будет возможность, ЦБ сразу с 20 на 10 ставку переставит. Поэтому более дальние облигации, которые, соответственно, вы купите, их тело быстро отскочит процентов на 10-20. Поэтому расчет просто такой. Поэтому пока буду ориентироваться на 10-летнюю ОФЗ. Ну, не знаю, если прям риски вы боитесь, прям какие-то долгосрочные. Вот, хотя я рисков долгосрочных не вижу. Не вижу пока. Краткосрочные есть, долгосрочные. Но риска дефолта, а ОФЗ я не вижу. Это наш внутренний долг в рублях. Рубли мы и печатаем, и так сами. Поэтому тоже альтернатива. Вот что делать с рублями? 20% в ОФЗ по такой ставку. Хотите депозит, хотите ОФЗ. Мне спокойнее просто на брожеском счету ОФЗ-шки купить. 20% я готов Сбербанк покупать, если он откроется там ниже и 50 условно. Ну, процентов 15-20. Лукойл какой-нибудь, 10 там Тинькофф, 10 Алросу. То есть, как-то вот так вот. У меня под такие мысли. Ну, если вы верите в Третью мировую войну, можно, конечно, вообще ничего не покупать. Здесь я уж вам не этот... Ну, если вы верите, что рано или поздно все разрулится, да, то окей. Ну, еще раз, активы. Понятно, что если инфляция будет, девальвация там и так у нас плавная прошла, может быть, она еще будет. Ну, соответственно, все, что в рублях номинировано, ну, все будет дисконтировать инфляцию и девалюацию. Вы тоже должны прекрасно понять. На каком-то периоде времени быстро, на каком-то периоде времени долго. Экспортеры отыграет все это намного быстрее, да, такие активы, как банковский сектор, да, будут отыгрывать чуть сложнее. Все это чуть медленнее. Но мы знаем, что чем хуже будет ситуация в российской экономике, тем лучше будет там топ-5 российским банкам, потому что остальные банки будут ложатся, 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 и деньги будут перетекать всегда, мы знаем куда, в более крупные банки. Поэтому они тут все равно будут бенефициарами. Было 300 банков, было у нас сколько там, вообще 800 банков, потом 500, потом 300, ну, может быть, банков 10 вообще в России станет. Сможет, ну, вдруг там, да, если все еще хочется. Ну, вы же инвестируете в топовые банки. Поэтому вот так вот. Посмотрим, чем откроется ОФОЗ. Ну, как бы, с одной стороны страшно, с другой стороны, слушайте, не страшно. А если верить в Третью мировую, без разницы, что покупать, какая разница-то. Можно ничего не покупать, можно... Тем более покупайте акции, какая разница, они уже никому не понадобятся. Ладно, надеемся, что и все-все это, конечно, страшновато то, что в мире происходит. Но я не хочу в политику и во все это вдаваться. Я пытаюсь эфир записать про вот, что делать сейчас тем, кто застрял, тем, кто готов войти, не готов сидеть с кэшем и так далее. Вот, есть ли смысл из одних бумаг переложиться в другие. На мой взгляд, есть. С курсом я тоже пояснил. Вот, ждем просто финалку, развязку основную с блокировками. не резидентов, а блокировками ЗВР. Ситуация, которая случилась, она нифигово ударит по, конечно, европейской экономике. Интересно будет посмотреть, будет ли это прецедентом для продолжения печатного станка. Скорее всего, да. Возможно, ФРС будет меньше печатать, будет медленнее сворачивать и уже сочетать денежно-граритетную политику, а может быть, и вообще продолжить печатать деньги. Такой вариант тоже возможен, поэтому бенефициарам, конечно, от этой ситуации может быть американский рынок и выиграет. Поэтому, если, конечно, вы не боитесь, что акции заморозятся, там, или доступ к Америке мы потеряем, да, конечно, в американских акциях сидеть сейчас круто. Вот. потому что повод у регуляторов сейчас хороший есть, притормозить то, что все в марте хотели свернуть печатные санки, теперь можно чуть-чуть временно притормозить. Вот. Это факт. Ну, привет, более существенная инфляция в мире, это тоже надо понимать, особенно в Европе, поэтому там, как бы, цуцванг получается еще быстрее, ну, вернее, быстрее Европа будет к цуцвангу приходить, потому что бизнес пострадает, будь здоров, инфляция, а то и гиперинфляция сейчас еще долбанет по потребителю, ну, как бы, посмотрим, как будет действовать, и что будет там происходить. Ну, там, Европа это следующее, кто просто лал, рухнет, как бы, от всего происходящего. Поэтому печатный станок лишь поможет им очередной раз купить время на несколько месяцев всего лишь, но не более того. Но не более того. Так что, вот, да, 98-й год, по сути, мы увидели. Ну, вот Америка отпрыгивает. В Европе паники нету, в Америке паники нету, все более-менее стабильно. Курс рубля вполне комфортно и стабильно пока держит, с учетом, конечно, текущих реалев, да, то есть 100-109 мы видели, ну, и вот сейчас я смотрю 95-94, то есть, ну, вот пока в этом диапазоне вполне можем спокойно сдерживать. Ну, я говорю, если, ну, мы придем просто к ручному, я так понимаю, к курсу вообще, вообще к ручному, мы придем, который просто будет заморожен. Других вариантов просто я не вижу, это не будет уже рыночного рынка, поскольку никто России торговать не будет. Поэтому вот мысли пока, пока вот такие. Мысли пока вот такие. Те, кто, конечно, сидит в акциях, да, то, ну, отдавать по таким ценам, безусловно, наверное, глупо, безусловно, глупо. Вот. Ну, вот, а что касается рисков торговли с ETF, с Финнексом, там, допустим, сейчас вообще просто стакан открываешь, там такие спреды, там понятно, что никто ничего перекрывать не может, нет возможности, нет возможности выйти, нет возможности зайти, и так далее. То есть там тоже творится полный трэш в некоторых, вне биржевых инструментах или во некоторых ETF-ах, то есть там тоже немножко страшновато, потому что последствия дополнительных каких-то блокировок, вот, которые могут последовать, вот, на Россию, их просчитать пока невозможно. Поэтому я как-то стараюсь от этих активов подальше от всех. Я в них не сижу, и я бы вам не советовал, если есть возможность как-то там минимизировать риск, частично выйти, наверное, да, просто сейчас думайте про риски, про любые, вообще все возможные риски. Вот. Это вот сейчас самый главный момент. Золото не так сильно выстрелило на всей этой фигне, но я так понимаю, потому что там, наверное, мы и наша центральная банка, а может и другие центральные банки, мы нужны продавать просто это золото, поэтому оно особо-то и не выстрелило. Нефть сейчас, Америка, я так понимаю, хочет совместно с другими странами, странами рекордный за всю историю объем нефти продать из хранилищ. Ну, и это не напугает рынок абсолютно. Чем больше продадут, тем потом сильнее нефть улетит. Все, что продают, потом надо будет возобновлять. Мы это всегда прекрасно видели и знаем, поэтому это все мера вообще ни о чем, ни о чем. А так как бы, я говорю, интересно, мне интересно, мне интересно. Ну, мысли, что я буду делать и покупать, и стоит ли покупать, я сказал, вот, где сейчас интересно и получается почти безрисковая ситуация, тоже сказал, здесь уже бояться, по сути, то и нечего, бояться надо было раньше, сейчас уже надо действовать и работать. Вот, возможно, это по таким ценам активы, как раз круто будет с перспективы на несколько лет. Вот, хотя, вряд ли они будут расти долгие годы, все просто отыграется быстро, а потом наш рынок просто в быковик какой-то, в дрейфь войдет, и все, и все. И, не знаю, через сколько лет, когда вообще инвесторы обратно в зарубежные вернутся. Так что, в целом, в целом, вот так вот, в целом ситуация выглядит вот так. Пока что жестко, но, 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 критично. торги сегодня, да, наверное, не было смысла открывать, потому что, а хотя бы, Сбер бы, что у нас, ну, открыли бы там на 70, потом на 50 прыгнул, потом бы, наверное, успокоился, ведь не резиденты-то не могут выйти, не могут. В общем, еще раз, если им дают возможность выйти, они будут выходить, поэтому, вот этот момент, просто, вот эту новость ждите, а будет зависеть от того, разморозить нам ЗВР или нет. Поэтому, в случае разморозки, все нервы из рубля, из УФЗ, из акций, облигаций будут уносить ноги, когда им дадут такую возможность. Это и будет финал. Вот и все. И, соответственно, ждите просто этот день, ждите там до конца дня, или там планки, 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 на третьей планке можно постепенно покупать, вот, ну, или там по чуть-чуть можно будет покупать, после этой новости, там, на горизонте день-два, потому что один день все равно никто не выйдет, ну, никто не выйдет. В пятницу были рекордные продажи, но я не хочу говорить, откуда там чего, вот, есть кто работает на, соответственно, с внешними игроками, через кого у нас проходят как раз основные покупки в России, с нерезидентами. Нерезиденты в пятницу стояли в очереди все, ну, все, просто нет было возможности, ликвидности, объемов, просто всех удовлетворить. Удовлетворили процентов 10 от тех заявок, которые стояли, но они были готовы продавать Сбербанк, там, в четверг, в пятницу, там, на той неделе, по любым ценам, которые были. Просто стояла лавина на продажу, и просто ее нельзя было, ну, в моменте исполнить, что если в моменте все исполнить, то Сбербанк до 5 рублей. Ну, и, конечно, вот эти слухи, страхи, которые сейчас могут опять реализоваться, наверное, нет смысла поддаваться, я просто помню 2009 год, самое страшное, знаете, что, почему люди на дне начали продавать все, когда рынок рухнул, Сбербанк был 100 рублей, он упал до 14, да, то есть на 80%, по-моему, ну, 14, что ли, было. Пошли разговоры о национализации компании, о том, что Сбербанк просто выкупит свои акции по номиналу, да, у всех держателей, и уйдет просто с биржи, да, как у нас там Мегафон не так там давно уходил, да, и так далее, таких компаний было полно. Номинал акции Сбербанка, по-моему, 5 рублей, номинал акции Газпрома 5 рублей. И вот тогда, когда случился крах 9-го года, да, пошли разговоры, то есть люди, даже покупавшие по 20 рублей Сбербанк, вот, потом очередные стоп-торги, планки, все остальное, потом там по 18, по 15 продавали, потому что боялись, что просто государство заново национализирует просто компании, выкупит просто все, все с рынка, и все, с рынка акции и компании уйдут. Такие разговоры были, такие разговоры могут и сейчас тоже появиться, но я считаю, что они, ну, нет смысла этого бояться. На мой взгляд, это не произойдет. Слишком большие, разные, крупные физлица, российские банки и так далее, сидят в этих, как раз акциях, в том числе, вот, поэтому, возможно, получится та же ситуация, как в 2009 году, да, когда Сбербанк потом с 14 за год улетел на 100, 700 процентов, а Сберпрефт еще 100 процентов дал за год. Да, вот, ну, мы знаем, как это все делалось, кто разгонял акции, каким способом, сейчас говорить не хочу, кто торговал, тот прекрасно знает всю эту историю, можете, в принципе, почитать. Поэтому, что-то подобное может, в принципе, случиться на внутренних деньгах, внутренних игроках, зайдут за копейки, потом разгонят просто процентов, ну, спокойно, а что, по 20 купил, до 150 разогнал, уже 7 концов, да, уже 7 концов с лишним. Все, все можно сделать. Вот, так же, как у ФЗ, там, если взять, то, знаете, я говорю, десятилетки держат один, у нас крупный игрок в России, поэтому, а это системообразующий игрок, простите, поэтому, обанкротить, там, дефолт по ФЗ, это дефолт, одного из крупных банков, там, условно, поэтому надо понимать, что все банки сидят в ФЗ, сидят еще с РИПО, да, поэтому, дефолт по ФЗ, это дефолт всей банковской системы, вот, поэтому, как тут, кто же это допустит, тем более, я говорю, там, не резидентов, там, копейки, там, на 3 триллиона, поэтому, нет, не страшно, ни то, ни то, покупать, вот, за рубли по текущему отметкам, может быть, хуже, но, когда-то же будет свет в конце туннеля, то есть, еще раз говорю, если вы на вечный хаос на планете ставите, конечно, нет смысла ничего покладить, если вы делаете ставку, что все как-то нормализуется, до текущей цены, да, покажутся сладкие через какое-то время, что они, что они такие были, вот, когда все станет спокойно, будет уже все дорого, так что, вот так вот, я надеюсь, как-то мысли свои, вон, Америка даже все почти уже, NASDAQ уже растет, вот, ну, для Америки, еще раз говорю, для зарубежных центральных банков, это повод не торопиться с кращением печатных станков, это, конечно, это, конечно, факт, вот, с Китаем отдельная история, с Китаем пока, да, сложновато, что прогнозировать, потому что, я думаю, что впереди с Тайванем будет заварушка, еще одна крупная в мире, Китай может пострадать, хотя, вот, китайский чарный интернет ETF, пока держу, где-то подсократил, где-то продал, но так совокупно у клиентов, это единственная пока позиция, которая, собственно, осталась, вот, по таким отметкам продавать китайский хай-тек не хочется, но надо в башке держать, что с Китаем тоже заварушка, может быть, в плане геополитики, в общем, вот так вот, друзья, все, никуда мы летать не сможем, все пространство Европы, и все остальные страны, там, может быть, в мире и закрывают, да и у Аэрофлота, и вообще весь лизинговый, 8% самолетов в лизинге, и тех, говорят, верните взад, летать нам некуда, да и не на чем, поэтому нам, собственно, и валюта теперь-то и не нужна, так сказать, вот, чтобы на рынках торговать, а на рынках западных торговать страшно, поэтому валюта нам особо-то и не нужна. Все, наверное, наверное, вот так вот, потому что говорить пока не о чем, нужно ждать открытия торгов, но я пояснил, что я, я в кэше на 100% практически, где-то на 90, где-то на 100, поэтому готов, буду покупать, если рынок откроют, у ФЗшечки, Сбер, ну, еще пару, ну, я говорю, Тинькофф, в зависимости от уровня Лукойл, в зависимости от уровня ЛРОСа, ну, пока вот такие вот мысли, пока вот такие вот мысли, ну, и хотя бы на полсчета можно заходить как-то пропорционально, а дальше, как говорится, будем посмотреть, от долларов я тоже избавился, потому что здесь у нас парадоксальная тупиковая ситуация, вот, по соточке 110, наверное, наверное, можно и продать, ладно, постараюсь оперативно, по мере возможностей, во вторник, наверное, нет, в среду, наверное, да, вечером подведем итоги, особенно если рынок откроется. Друзья, все, помните о всех главных рисках, о всех главных рисках, первым делом это, учитывайте все остальное, про заработки пока не думайте, главное, здесь сохранность, и не накосячить. Все, аккуратнее, пока. и не накосячить, и,